Как мы знаем из истории, сначала была конка, то есть трамвай, запряженный лошадью, но-но двигался он по рельсам, и лишь потом, всем известный трамвай, от электропроводов. Но рассматривая старинные фотографии второй половины девятнадцатого и даже начала двадцатого века, обращаешь внимание на наличие трамваев, которые едут словно бы сами по себе без лошади и без проводов. Но как же так? Едет не пойми как, ни тебе лошади, ни проводов, по которым электричество подается, оскорбляет научный подход, понимаешь, здравой логике не соответствует. И вот, нахожу я такую информацию. 31 мая 1879 года в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом. Электромотор микролокомотива получал электроэнергию по контактному рельсу. Длина круговой железной дороги составляла 300 метров. Посетители выставки были крайне удивлены поездом, двигавшимся без пара и лошадей. Изначально Сименс разработал электропоезд для использования в шахтах, но уже в 1881 году в Берлине на маршрут вышел первый электрический трамвай. Да, конечно, первое, что приходит в голову, электрический ток. Мог подаваться по рельсам. Но, во-первых, нужны были громоздкие трансформаторы-преобразователи. Да и затратно, львиная часть энергии просто теряется даже на небольшом расстоянии. Второй вариант, трамваи могли двигаться за счет химических батарей, аккумуляторов. Но даже сегодня таковые громоздки и долго заряжаются. Да и было сразу видно по конструкции. А здесь – легкие, ничем не обремененные повозки на колесах. И вот, что-то случилось в нашей истории. Она попятилась, и наступило время конных трамваев. Люди обрели более совершенный способ таскать тяжелые вагоны – с помощью лошади. Уже не вспомнить, кто придумал запрягать лошадей. И куда это все делось – лошадиный трамвай на смену электротяге. Однако, научно-технический прогресс. Являлся ли, безусловно, великий Никола Тесла первооткрывателем беспроводного электричества? Вполне возможно, что ученый просто пытался восстановить запрещенные, утраченные технологии. Хочу процитировать касательно данной темы мнение специалиста. Как электрик, могу сказать, что во многом расположение траверс – так, как они расположены на фото – нонсенс для проводной прокладки. Есть многочисленные мнения, что провода просто не повесили. Может быть, но география фото, где проводов именно нет, огромна – от Иркутска до Санкт-Петербурга. Это очень странно, тем более, что есть качественные фото, где посторонние провода видны совершенно отчетливо. На качество фотоаппаратов и фотоматериалов грешить уже нельзя. Также существует множество фотографий, на которых едет трамвай по рельсам без проводов и пантографа. Об этом было выше, секрет был прост. Столбы через свою среду передавали импульсы нужной формы на антенну. А в трамвае был механизм их усиления до нужного энергетического значения, достаточного для поворота колес. Ну а узлов агрегации, генерации, колебаний, которым сходились эти столбы, перед так сказать дистрибуцией, оказалось по виду исполнения, также очень много. Прилагаю фото, многие узлы генерации на них уже в нерабочем состоянии. Лично я, глядя на эти фото, убеждаюсь лишний раз, что схемы по построению установок атмосферного электричества примитивны, и их легко можно повторить в наше время. Такое беспроводное электричество было по всей Российской империи, и, видимо, не только там. Всем известная заслуга Ленина, он дал импульс широкой электрификации страны за счет массового возведения гидро- и теплоэлектростанций. Но при этом было приказано забыть о ТН беспроводном электричестве, получаемом прямо из эфира. На самом деле, Ленин был хорошо информирован о существовании на то время двух видов электричества. Ведь он был современником и свидетелем борьбы приверженцев двух видов энергии, происходившей в то время. Одну, известную ныне как свободная энергия или холодное электричество, предлагал Тесла. Причем, в свете все новых данных о перипетиях того времени, становится понятным, что он не на пустом месте делал свои открытия. Он лишь предлагал другие, более мощные, инструменты извлечения эфирного тока. Его же оппонент, известный физик, экспериментатор того времени, Эдисон, предлагал использовать иные параметры электричества и инструментов его добывания. Его технология давала возможность контролировать весь этот процесс. И потому была с энтузиазмом поддержана банкирами и капиталистами всего мира, с которыми Ленин якобы боролся, как нас еще в школе учили. Теслу, как всем известно, капиталисты не поддержали. Промышленник Джон Морган, финансировавший опыты Теслы, отказался давать деньги ученому после того, как стали ясны его истинные цели. Моргану не хотелось оплачивать исследование бесконтрольной передачи энергии по всей планете, он всерьез опасался того, что изобретение Теслы лишит его источников. Прибыли. Не нашел понимания Тесла и у других промышленников. Так, свободная энергия эфира, которую мог свободно использовать любой человек, была заключена в кандалы современной науки и стала инструментом власти государства и обогащения отдельных олигархов. Были трамваи, которые эздили на пару. Но в кинохрониках того периода ездят другие трамваи, которые не на пару и не на проводах. Есть фотографии, на которых трамваи тянутся лошадьми, вот только зачем делать такую сложную конструкцию для лошадки. Уровень развития химического производства вряд ли позволил бы в промышленном масштабе создать серийно выпускаемые средства передвижения, позволяющие длительное время, между периодами подзарядки, перевозить тяжеленные платформы с людьми. Тросовая тяга. Этот вариант точно использовался, другой вопрос, насколько широко. Между трамвайными рельсами, в углублениях, натягивались тросы, к которым цеплялся трамвай. Тросы тянулись стационарными двигателями, вместе с ними тянулся и трамвай. Просто и со вкусом. Только дорого. Атмосферное электричество. Одно из самых интересных версий является использование изобретения Николы Теслы по передаче электричества без проводов через башни-ретрансляторы. На этот раз предлагаю вашему вниманию книгу, посвященному инженерному искусству, а конкретно касательно гидравлики и строительству в воде и на воде. Книга эта была издана во Франции в 1737 году и называется она «Гидравлическая архитектура» или «Искусство отведения, поднятия и управления водами для различных потребностей жизни» книга довольно объемная. В четвертых томах, каждый из которых содержит от 400 до 700 страниц и примерно по 50-70 подробных чертежей. Чертежи очень интересные. Текст, возможно, тоже. Но прочитать его мне сложно, потому что он написан не просто на французском языке, который я не знаю, а на старо-французском, который для гугл-переводчика не всегда читаем. Приведу выборочно некоторые картинки из этой книги, все кликабельны. Каналы и шлюзы, во втором томе, речь идет об устройстве портов, каналов, ведущих к ним, шлюзов и различных механизмов и орудий для их строительства. В основном на примере французского порта Дюнкерк. Этот порт находится на берегу Ла-Манше, в 75 километрах к северо-западу от Лиле и 295 километров к северу от Парижа и 10 километров от границы с Бельгией. Это тот самый Дюнкерк. Где проходила известная дюнкерская операция? Дюнкерская эвакуация, кодовое наименование опера «Ци Динамо Англ». Operation Dynamo – операция в ходе французской кампании Второй мировой войны по эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы. History of the Second World War. Полтон, 1966-1968, пи. 248-е, фильм снят на эту тему, называется «Дюнкерк». На этом чертеже представлено развитие Дюнкерка. В Атлантическом океане, на, блюдаются наибольшие по величине приливы, которые происходят регулярно два раза в сутки. Наибольшая высота прилива, минус 18 метров, наблюдается у берегов Новой Шотландии, в Канаде. У берегов Франции, анимо, гуд, достигать 14-15 метров. В проливе Ла-Манш, где расположен порт Дюнкерк, до 11-12 метров. Поэтому для Франции всегда было актуально иметь порты, не зависящие от прилива отливного движения океана. Для этого к порту прорывали канал, который перегораживали шлюзами, чтобы во время отлива вода не уходила из него и находящиеся там корабли оставались на плаву. Здесь хорошо видно линию берега, во время прилива она обозначена валом. Собственно, длина канала, это как раз разница в береговой. Линии во время прилива и во время отлива. Все крепости звезды были окружены двойным или тройным водяным кольцом. Но были ли такие сложные формы, необходимы для обороны? Это уже другой вопрос машины Марли, ФР. Машин де Морлы была построена голландским архитектором Свалемом Ренкиным, Реноквенсуалом, в начале 1680. Х годов при дворце Марли на территории современного Бужеволя по заказу французского короля Людовика XIV для водоснабжения прудов и фонтанов Версальского парка. Уникальное для своего времени инженерное гидроустройство представляло собой сложную систему из 14 водяных колес, каждая диаметром 11,16843 м, около 38 футов, и приводимого ими в действие 221 насоса. Служивших для поднятия воды из сены, полувесенскому акведуку, длиной 640 метров, в большой водоем, на высоту около 160 метров, над уровнем реки и в 5 километрах от нее. Далее вода по каменному акведуку, 8 километров расстояния, поступала в Версальский парк. На строительстве было занято 1800 рабочих. Потребовалось 85 тонн деревянных конструкций, 17 тонн железа, 850 тонн свинца и столько же меди. Устройство обеспечивало подачу около 200 кубометров воды в час. Строительство было завершено в 1684 году, открытие состоялось 16 июня в присутствии короля. На обслуживании устройства и ликвидации частых поломок было. Занято 60 рабочих. В первоначальном виде машина Марли прослужила 133 года. Затем в течение 10 лет водяные колеса были заменены паровыми машинами, а в 1968 году насосы переведены на электрическую энергию. Данная колония благополучно просуществовала до конца XVIII века, когда в итоге одной из войн она не перешла под контроль Британской империи. В ходе насаждения новой власти британской администрации голландские колонизаторы мигрировали на север и восток от Капской провинции и основали там два государства Трансвааль и Оранжевую республику. Проблемы у этих государств начались в конце XIX века, когда на этих территориях открылись крупные месторождения алмазов и золота. Для завладения этими богатствами англичане сначала применили, как говорят сейчас, мягкую силу, а затем предприняли несколько англо-бурских войн, последняя из которой была окончена уже в XX веке и завершилась победой Британской империи. С того времени и до 1961 года объединенная страна была в различных формах, зависима от Великобритании, затем она стала независимой республикой. Если вкратце, то примерно такую историю имеет это государство. Но когда глядишь на старые фото Южной, Африки невольно начинают одолевать это Дурбан, третий по численности город страны после Кейптауна и Йоханнесбурга в 1910 году. Неужели все эти здания выстроили голландские фермеры, которые жили-то особняком на своих землях, как нам говорит история. Им на своих плантациях забот вполне хватало, чего уж там говорить про стройку. И как ни странно, налицо единый классический стиль в архитектуре, и если бы не было надписи на фото, можно было бы подумать, что это какой-нибудь Париж и Ижи с ним. В других крупных городах страны картина примерно такая же. Если банально высчитать количество материалов, затраченных на строительство, и сопоставить количество населения. Жившего на тех землях, африканцы не в счет, то можно легко доказать, что и голландцы, и англичане не имеют к этим зданиям никакого отношения. Скорее всего, эти здания обнаружили брошенными примерно так же, как Петр нашел СПБ, и просто отреставрировали, и было это не раньше 18 века. А что там было раньше? История умалчивает, как, впрочем, по всем землям, за исключением более-менее изученного историками Евразийского континента. Но не будем отвлекаться, и едем дальше. Это тоже Дурбан, в 1898 году, и тут, упс, трамвай без проводов. Примерно такой же, как много раз наблюдаемый на старых фото других стран, только на другом континенте. Может, ракурс неудачный, и не видно лошадей. Однако, нет, трамвай, действительно, без проводов. И улица та же, но только в 1891 году. Если приглядеться, то на заднем плане мы видим столб без проводов, который развернут траверсами не по направлению дороги, как обычно, а на дом, стоящий напротив, точнее, на его крышу. А на крыше этого дома расположена энергоустановка, рассмотренная ранее во многих статьях. Это и есть тот самый случай, когда линия столбов без проводов берет свое начало. В левом углу виден такой же столб, только в профиль. Он направлен в какую-то другую сторону. Скорее всего, зданий с такими крышами было много. Рискну предположить, что обведенное здание на этом фото и есть то самое, что и на предыдущем фото, только сделано с другого ракурса и старше минимум лет на 10. И как ни странно, беспроводные трамваи толпятся на этой улице кучками. Трансвааль, страна моя пели в какой-то песне, оказывается у нас еще и страной беспроводных трамваев. Судя по зданию с часами на заднем плане, можно это место реконструировать. Собственно, только по этому зданию и получилось найти это место на современной карте. Остальное все. Изменено полностью, ни одного дома со старых фото ни в каком виде не осталось. Еще одно фото села той же улицы, только двумя кварталами ближе к морю. Как видно, за трамваем стоит столб, на котором по кругу расположены предметы, похожие на спортивные кубки, которые рассматривались в прошлых статьях. И на зданиях, и не только, опять мы видим упрощенные беспроводные столбы. Это, в принципе, те же самые столбы, только вместо траверс, там обошлись одиночным кубком, установленным на обычный шест. Такие же конструкции очень качественно зафиксированы на фото той же Бразилии. Скорее всего, мощности источников хватало, чтобы не городить столбы с большими решетками. А это, собственно, опять фото той же улицы, только 1860 года. Как говорится, прочувствуйте разницу. Трамваи еще бегают на лошадях, но шест с кубком уже стоит. И высота кубка снова выдержана на высоте крыши с энергоустановкой. Тенденция, однако. Но вывод можно сделать трамваи, на непонятной электротяге появились явно не раньше трех десятилетий от конца 19 века. А когда же появились столбы без проводов, хоть и упрощенные? Такая же технология применена в Йоханнесбурге и примерно в то же время, и в Притории. Причем шест даже не стоит на здании и над землей не имеет видимых соединений с конструкциями крыльца. Сдается, что где-то на крыльце стояли приемники поля, с которыми был связан этот шест. Эта технология, видимо, применялась по всему миру с первой половины 19 века. Первое фото, которое ее зафиксировали. Датированы 1850-ми годами. Примерно в это время фотография начала принимать массовое распространение. Не исключено, что это происходило и ранее. А эта Притория в 1881 году. Все еще только начинается. Как видно, будущей столицы практически еще нет, а шесты уже стоят. Эту технологию в начале 20 века использовали даже южноафриканские фермеры. Да и не только они. Это железнодорожный вокзал в Кейптауне в начале 20 века. Если бы не аннотация к фото и баннера с британским флагом, подумал бы, что это дворец электричества с Всемирной Парижской универсальной выставки, до того похож архитектурный стиль. Видимо, инженерные системы этого и того зданий работали по единому принципу. Это дворец республики в Притории примерно в то же время. Абсолютно все то же самое на крыше. Собственно, частные дома тоже не отставали. Это богатый частный дом в Йоханнесбурге. Обратите внимание на его крыльцо и фонари на входе. Они однозначно связаны между собой. Интересно, а зачем в Африке на одном доме две печных трубы? Что там холодно, верится с трудом. А здесь народ выдвигается на англо-бурскую войну. Очень странные столбики стоят на крыльце здания вдали, причем на двух из них закреплена светящаяся реклама. Очень интересные осветительные приборы расположены на набережной Кейптауна. Снизу, собственно, лампочки, а сверху хорошо нам знакомые мини-купола. А эти осветительные приборы вообще не подаются здравому анализу. Как видим, даже в малоизвестной Южной Африке похоронено много секретов промышленного величия прошлых веков. Как они туда попали интересный вопрос, видимо, с теми лицами, которые выстроили там здания в классическом стиле, да, собственно, и по всему миру тоже. Если бы Нельсон Мандела не занимался в свое время идеями равенства, а просто хотя бы попытался что-то такое восстановить в своей стране, он стал бы национальным героем раз в десять круче, чем Ким Чен Ын в своем государстве. Но, видимо, на все имеются какие-то внешние блок-факторы. Я уже рассказывал о том, что определенные люди, которые Как они туда попали интересный вопрос, видимо, с теми лицами, которые выстроили. Там здания в классическом стиле, да, собственно, и по всему миру тоже. Если бы Нельсон Мандела не занимался в свое время идеями равенства, а просто хотя бы попытался что-то такое восстановить в своей стране, он стал бы национальным героем раз в десять круче, чем Ким Чен Ын в своем государстве. Но, видимо, на все имеются какие-то внешние блок-факторы. Я уже рассказывал о том, что определенная часть гранитных пирамидальных обелисков в восемнадцатом веке, а возможно, и даже в первой половине девятнадцатого века имели совсем не мемориально памятное назначение, а использовались в качестве технических устройств для обеспечения освещения на территории усадьб царских вельмож или для иллюминации различных празднеств и памятных дат. Но также существовало и множество других видов этих уникальных технических устройств генерации свободной энергии. Например, широко применялись устройства в виде кубков или урн с шарами над верхней крышкой и ртутной внутренней начинкой. И вот на гравюре под названием «Иллюминация» Санкт-Петербургской Академии Наук. С сентября шесть дня 1750 года, представленная, мы видим еще один интересный вид таких устройств, уже только отдаленно напоминающий пирамидальные обелиски, а более всего. Башни Минаретов. И наибольший интерес тут как раз и представляет верхняя часть этих устройств, которая, вероятнее всего, является сосудом с ртутью. И, кстати, более всего эти самые сосуды напоминают шишечку. И тут сразу вспоминается определенная символика Ватикана. Видимо, подобных устройств генерации свободной энергии в подземных многоуровневых и многокилометровых хранилищах библиотеки Ватикана спрятано от нас немало. Еще четыре интересных вида устройств генерации свободной энергии, которые, вероятно, использовались для освещения и иллюминации праздника в той эпохе, можно заметить на переднем плане гравюры под названием «Изображения». Великого фейерверка, представленного в Санкт-Петербурге, в Новый 1755 год, вечеру, на Неверике, пред зимним ее императорского величества домом. Здесь мы видим, что устройства выполнены в виде прямоугольных колонн, в верхней части которых установлены уже знакомые нам шары и кубки, вероятно, с артутной начинкой. А это уже знакомые нам обелиски с шарами в навершие, которые мы видим на гравюре 1763 год. Июня 28 дня. Виноградов Е. Г. По рисунку Франческо Градицци. Паладин-остров в фейерверке в день вошедствия на престол ее императорского величества Екатерины II, представленный на Неверике перед летним императорским дворцом в Санкт-Петербурге. Ну и помимо этих шаров, в навершие обелисков, обращаю ваше внимание и на еще интересные устройства, форма которых напоминает церковные луковички. Так что многообразие использования различных видов подобных устройств еще в середине 18 века просто поражает. Видимо в те времена они были вполне доступной технологией, по крайней мере, для правящих элит. И тогда они еще не были запретными. А запретными они стали только после скрываемой от нас катастрофы середины 19 века и последующего передела мира новыми элитами и нового переписывания истории и истории науки. Конечно, объявила их запретными враждебная нам сила.